Мы находимся в Коломне, друзья, на канале Грибоедова. Совсем недавно в центральном выставочном зале Манеж началась большая выставка, посвященная русскому балету. И сегодняшнюю нашу прогулку я бы хотела приурочить к разговору о том, что же из себя представлял балет и около балетный мир 19 века. Ну а не случайно мы начинаем именно здесь, потому что по правую руку, адрес Грибоедова 93, светло-розового цвета дом, здесь когда-то находилось балетное театральное училище. На верхних этажах жили воспитанницы, но нас интересует дом напротив по адресу Грибоедова 96 темно-розового цвета. Это бывший доходный дом. И когда-то на верхних этажах снимали квартиру члены так называемого общества танцоров по неволе. Что это было за общество? Дело в том, что говоря о балете 19 века, мы с вами столкнемся с тем феноменом, что добрая часть мужского населения просто обожала ходить в балет. И вовсе не потому, что они были такими знатными балетоманами, а просто потому, что где вы еще бы могли увидеть женское тело в таком изобилии, это во-первых. И во-вторых, если дворянин 19 века хотел пообщаться с женским полом, а это совершенно нормальное желание, то какие у него были опции? Конечно, он мог, например, съехаться с крепостной крестьянкой, что вполне себе было нормально. И она вполне была годна для любовных утех, но ее не выведешь свет, ею не похвастаешься. И вообще это сомнительное удовольствие. И как бы она тебя особо ничем не удивит. Вторая опция – это всякие вдовушки, чужие жены, как вариант. Но ты здесь рискуешь нарваться, во-первых, на официального мужа, да, и надо ли тебе оно. И, конечно, у тебя остается еще один вариант – это дворянки и аристократки. И ты вполне можешь начать ухаживать за нею, приглашать ее всячески, например, на мазурку, на бау. Но ты рискуешь подписать себе рано или поздно брачный приговор. Потому что, если ты ухаживаешь в открытую за дворянкой, то ты официально даешь понять, что ты, так сказать, ее будущий муж. Да, и что рано или поздно ты должен будешь себя связать узами брака. А вот если ты передумаешь, что вполне нормально для человека, то, к сожалению, тебя можешь дать участь дуэли. Потому что многочисленные братья или дядюшки твоей возлюбленной не применят тебя вызвать на дуэль. И кто у нас оставался? А оставались, конечно же, актрисы, оперные певицы. Но на первом месте, конечно же, балетные танцовщицы. И начиная уже с первой трети XIX века, балетные танцовщицы будут составлять, я не побоюсь этого слова, настоящий гаэрем и для гвардейцев, а позже и для представителей августейших особ. Так вот, возвращаясь к адресу Грибоедова, 96, представьте себе члены общества танцоров по неволе. Очень удачно переглядывались со своими возлюбленными и порой вытворяли настоящие чудеса пантомимы, потому что они вынуждены были какими-то жестами, мимикой, о чем-то договариваться, переглядываться, назначать встречи, ссориться и так далее. Забавный факт, что один из членов общества даже потом приобрел настоящий телескоп, и они этот телескоп потом будут брать и в ложе театра, дабы лучше видеть своих возлюбленных. Что это было за общество? Конечно, это было такое полушутливое общество, у них был целый свод правил, но главным правилом было, так сказать, обязательное ухлестывание за какой-нибудь балериной или актрисулькой. Причем не обязательно ты должен как бы ее был содержать, вовсе не обязательно. Ты просто мог ей наслаждаться во время балетов, да, и это уже вполне, так сказать, являлось выполненным условием. Ну а автор мемуаров, один из членов общества танцоров по неволе, описывает множество курьезных случаев, которые произошли за время существования этого общества. И вот здесь, вот в самой узкой части канала Грибоедова, бывшего Екатеринского канала, около Львиного мостика, произошел один забавный случай. Среди 12 членов общества был такой князь Парюс Визапурский, у него были индусские корни, соответственно, он был такой полуиндус. Так вот, члены общества прекрасно знали, что примерно в 11-12 часов дня карета забирала воспитанниц вот здесь, вот, и они их везли, соответственно, в театр на репетицию. Так вот, молодые люди заранее уговорили князя, чтобы он вот здесь, в самой узкой части канала, устроил настоящую пробку. Он заранее приехал и приказал своему кучеру в течение получаса запрягать и распрягать свой экипаж. Что тут началось? Здесь образовалась настоящая пробка. От криков классной дамы не было спасу, значит, подключились обычные прохожие, образовался настоящий затор. Ну и конечно этим воспользовались наши молодые люди, потому что они могли улучить минутку, дабы поговорить со своими возлюбленными. Кстати, была нормальная традиция, например, одаривать их подарками вот в эти редкие встречи. Кто-то корзинку с фруктами, кто-то корзинку с цветами, а кто-то, кто, например, побогаче, мог даже вручать сережки, браслеты, колье и так далее. Когда читаешь мемуары этого общества, то даже иногда завидуешь, потому что насколько весело они проводили время. Распорядок дня был следующий. Они вставали часов в 10-9, завтракали, и дальше шло обязательное переглядывание через канал. Потом они прекрасно знали, что в 11-12 дня танцовщиц забирают на репетицию, соответственно, вот эти вот пять минуток они их могли увидеть. После репетиции наши молодые люди обедали, и обычно обеды были достаточно роскошные, сопровождались всякими шуточками, прибауточками. Но ровно в тот час, когда танцовщицы возвращались в училище, опять же наши молодые люди, так сказать, выделяли время, чтобы их увидеть. Дальше начиналась самая интересная — подготовка к спектаклю вечернему. Члены общества провожали танцовщиц на спектакль, после чего располагались, собственно, в ложе или на первых рядах портера. И вот здесь вот интересный факт, что у них всегда были одни и те же места. То есть они заранее договаривались, например, с кассирами Александринского, Михайловского или же Мариинского театров, чтобы за ними были, например, закреплены только определенные места первого ряда или же определенные места в ложе. И надо сказать, что кассиры не брезговали и денежными подарками, либо же описан случай, когда кассиру Александринского театра вручили, например, целую годовую, годовой запас Мадеры, на секундочку. Но зато все всегда было обставлено в лучшем виде. Ну и вот, когда начинался спектакль, там, конечно, чудеса пантомимы просто достигали Эвереста, потому что, может быть, это преувеличено, но, как описано в мемуарах членов общества, они могли поссориться во время спектакля, да, соответственно, переглядками, какими-то жестами там и так далее. Они могли договориться о встрече. Даже описан случай, когда одна из танцовщиц назначила встречу там некому Скуратову, значит, что завтра в ложе Александринского театра в 11 утра у них будет репетиция, приходи, и они смогут там на 10 минуток уединиться, потому что ложи темные и как бы там достаточно интимно. Ну, общество просуществовало недолго, однако ж, я думаю, что в их воспоминаниях это надолго осталось. Надо сказать, что вот это вот волокитство за балеринами, оно началось еще, пожалуй, в пушкинские времена, и началось оно с эпохи правления Николая I. Достаточно вспомнить его сына, великого князя Николая Николаевича, у которого была связь с... Немножечко современной музыки разбавит нашу балетную тему, так сказать, 19 века. Великий князь Николай Николаевич, у которого была связь с балериной Екатериной Числовой. И у него, кстати, будет пятеро детей на минуточку. Несмотря на то, что у него была официальная жена, как бы. Потом Константин Николаевича своей, Анна Кузнецова уже с другой балериной, тоже пятеро детей. Вот. Поэтому традиция эта была не нова. Возможно, для кого-то из нас сейчас кажется, что это вот... Немножечко было не камильфо, какая-то вот традиция содержанства, да. Может быть, и сегодня кто-то свысока бы на это смотрел. У нас содержанки и сегодня есть, да, и как бы можно по-разному к ним относиться. Но нас не должна удивлять история, например, той же Матильды Кшесинской. Потому что о Матильде сегодня речь пойдет более подробно. Мы с вами подошли к зданию Мариинского театра. И с этим зданием связано как раз-таки имя одной из главных героинь нашего сегодняшнего рассказа. Матильды Феликсовны Кшесинской. Которая была прима-балериной Мариинского театра. Ну, а здание Мариинского театра здесь было не всегда таким, каким мы видим его сейчас. Дело в том, что эта часть Коломны, театральная площадь, была названа театральной еще задолго до появления здесь Мариинского театра. Когда-то здесь, на месте консерватории, был большой каменный театр Екатерины II. Дело в том, что Екатерина, как правительница эпохи Просвещения, в 1783 году издает указ о императорских театрах. И вот эта дата, этот год считается датой основания вообще Мариинского театра как такового, хотя он появится гораздо позже. Дело в том, что до середины 19 века в русской труппе не было русских танцовщиц как таковых. Это в основном были приглашенные танцовщицы из Италии и из Франции. И только с середины 19 века уже с именем Марии Александровны это будет связано, в честь которой назван Мариинский театр, Мария Александровна – супруга Александра II. Именно с нее начинается вот эта история русских танцовщиц, к плеяде которой и будет относиться как раз таки и Матильда Феликсовна. Ну, наверное, сложно нам вспомнить какую-то другую балерину, имя которой бы было овеяно столькими слухами и столькими уж скандалами, как имя Матильды Феликсовны Кшесинской. Конечно, это связано и с фильмом, который вышел, да и вообще с ее неординарной личностью. Но она долгий период времени была персоной нон-грата, потому что, особенно после революции, все, что было связано с домом Романовых, конечно же, старались не вспоминать. Ну, безусловно, критики творчества Кшесинской скажут, что ее огромная слава – это прежде всего заслуга, конечно же, ее связи с императором будущим, во-первых. И, во-вторых, с великими князьями Сергеем Михайловичем и с двоюродным братом Николая Второго, с Андреем Владимировичем. Мы сразу должны развеять этот миф, потому что это, конечно же, не совсем так. Дело в том, что современники вспоминают Матильду как невероятно талантливую женщину, талантливую танцовщицу, которая своим творчеством смогла победить. Вот это заселье итальянок на русской балетной сцене. И здесь, опять же, следует объяснить контекст. Дело в том, что заслуга Матильды в том, что до нее какие-то сложные партии, где нужно было чеканить шаг, где нужно было выполнять очень сложные трюки. Для этого всего приглашались исключительно итальянки. И в этом не было ничего такого, то есть к этому уже все привыкли, потому как у русских танцовщиц, а русские танцовщицы все-таки переняли французскую манеру, она была такая более округлая, мягкая, но не хватало иногда вот этой жесткости чеканности. Так вот, Матильда Кшесинская первая танцовщица, кто смогла выполнить, во-первых, те знаменитые 32 фуэте в балете «Золушка». Они у нее, безусловно, не сразу получились. Описывается, сколько она над этим билась, сколько она старалась. Там на десятый раз она падала. Но вот надо отдать должное ее стремлению и ее вот этой вот целеустремленности. Когда ей что-то нужно было, она просто вгрызалась и, так сказать, ни у кого не оставалось шансов ей уступить. Ну, обращаясь к самой личности Матильды Кшесинской и вообще к ее внешности, если бы мы с вами посмотрели на то, как она выглядит, а я напомню, что рост ее был всего 152 сантиметра. Такое, знаете, крепенькое тело с внушительными икрами, большая головка непропорциональная. Так вот сегодня мы бы вряд ли бы ее смогли отнести к не то чтобы балетным эталонам красоты, а вообще к эталонам женской красоты. Потому что внешность была, так сказать, сомнительная. Но вот эта вот невероятная харизма, которая в ней присутствовала, вот эти ее прожигающие глаза, карие, темные, делали что-то невероятное, что в густейшие особы, начиная с Ники, будущего Николая II, и заканчивая другими великими князьями, они просто падали, грубо говоря, у ее ног. Ну, история может привести примеры нескольких таких женщин, которые были, знаете, не совсем красивые, не обладали какой-то прямо модельной внешностью, но, тем не менее, вот что-то в них такое было. Например, мне вспоминается, она, кстати, даже похожа, главная муза, ну и, собственно, единственная его супруга, Сальвадора Дали, Гала, тоже русского происхождения. Про которую говорили, что у нее глаза такие, которые способны проламывать стены. Потом какой-то недобрый британский критик о ней выразился, что у нее глаза, которые прожигают стены банков. И надо сказать, что она тоже не обладала эталонной красотой, скорее наоборот. И Матильда даже немножечко на нее похожа. Ну, вот этот типичный такой, типичный, что ли, представитель невероятной харизмы, которая срубает просто с ног. Ну, и Матильда нас интересует, конечно же, с точки зрения того, какая связь у нее была прежде всего с Николаем Вторым. Эта связь очень муссирована и, на мой взгляд, немножечко преувеличена, потому что если даже мы посмотрим на срок их любви-дружбы, то это всего длилось три с половиной года, не так уж много. Ну, все началось, конечно, с выпускного спектакля в марте 1890 года, куда приезжает вся свита император действующий Александр Третий с супругой, вся его свита, и, соответственно, юный еще Ники, юный, неопытный. Есть одна из версий, что, дескать, Александр Третий специально свозит Кшесинскую с Николаем, потому что, чтобы тот хоть какой-то опыт общения с женщинами приобрел. Ну, это, опять же, не должно нас удивлять, это все было в порядке вещей. Вы слышите хорошо, кто-то к нам присоединился. Это... Да, просто когда гуляешь по Коломне, бывают вот такие типичные жители Коломны, и как раз-таки вот сегодня можно наблюдать, они к нам присоединились. Так вот. Да, мы именно в этот момент камеру выключили. Значит, продолжаем наш сказ. Произошла такая ситуация. Значит, выступили они на этом выпускном спектакле, и в общий репетиционный зал, где был уже назначен парадный обед. Заходит, значит, император Александр Третий, вот этот вот, да, русский такой царь со своей супругой. Там ждут вот эти классные дамы, там уже, да, все такие в предвкушении. И у этих классных дам была идея подвезти к императору двух отличниц. Там даже указаны в мемуарах Кшесинской их фамилии. Одна Рохлякова, другая, я не помню. Значит, они их так подводят, подводят, а Александр Третий заходит и говорит, а где же Кшесинская? То есть он их как бы якобы отодвинул чуть ли там рукой. А Кшесинская где-то там стоит в уголочке, и она там чуть ли не в обморок упала от этих слов, потому что она этого не ожидала. И как бы царя настолько поразила ее манера танцевать, что, ну вот, он именно ее выделил. И дальше, конечно, происходит поразительное, потому что император сажает Кшесинскую рядом с собой и рядом с ней уже сажает своего сына Неки. И вот эту знаменитую фразу говорит, только сильно не флиртуйте. Ну, как бы они сильно и не флиртовали в первый вечер, там они вообще сидели молча, и Николай, буду считать, Николай II, вообще искал фразу, с которой бы заговорить он смог вот с этой мальчикой Кшесинской. Потом, не найдя ничего лучшего, он начал с того, что взял чашку и говорит, вы-то дома, наверное, не пьете из таких чашек. Для нас эта фраза, может, забавно звучит, как бы такое ощущение, что он не нашлось, что ли, сказать чего-то лучшего. Дело в том, что традиция была, что чай пили из, как бы, стеклянных стаканов, вот как сейчас в поездах ездишь, да, иногда дают подстаканник, когда из стаканов, а из чашек пили кофе. Вот, а тогда подали чай в чашках, и он, вот, собственно, такая фразочка, с которой он начал какой-то флирт с ней. Ну, как описывает Кшесинская в своих мемуарах, что она влюбилась там по уши сразу, будущего наследника, что у него были пронзительные голубые глаза. Ну, действительно, он был симпатичный, если посмотреть фотографии юного Николая, такое очень доброе лицо, такой вот гармоничный. Видно, что человек добрый, с открытым добрым сердцем. Наверное, было во что влюбиться. Ну, и, конечно, в Кшесинской начинается настоящая охота за ним, что ли. Мы сейчас с вами проходим, кстати, хоральную синагогу. Потрясающее здание в таком британском стиле. Можно зайти, кстати, и как-нибудь внутрь. Никто вам не запретит это делать, только вот не официальные еврейские праздники. А так вполне и внутри очень красиво. И там экскурсии проходят официальные. Желательно идти с экскурсии, рекомендую вам. Так вот, после этого они, Николай, да, и мальчика, они начинают как-то вот случайно друг друга встречать по городу. То она едет где-то в санях, увидела его там на канале, то, значит, они нечаянно в театре встретились, то они где-то переглянулись, то ли еще что-то, да. И вот описывается случай, когда, значит, мальчика, она очень любила кататься в санях, продуло у нее глаз, и что-то случилось с ее ногой. Значит, у нее выскакивает фурункул на глазу и выскакивает фурункул на ноге. А у них уже с Николаем чуть ли это не традицией стало, что он ее постоянно видит где-то в центре, потому что ее родители снимали большую квартиру в центре города, соответственно, ну, он ее мог часто видеть. Ну, и что-то Николай, начиная замечать, что мальчика-то давно не видно, и, значит, Маля в один из вечеров сидит дома, и ее служанка говорит, слушайте, а там это, гусар Волков пришел. Она говорит, заводи. Заходит, а там никакой не гусар Волков, а там как бы Ники пришел. И тут она опять чуть ли не упала в обморок, потому что она не ожидала самого наследника у себя в квартире увидеть. И вот это был первый случай, когда они наконец-то остались одни, хотя бы там полчаса-час, поговорили просто с глазу на глаз. Все было чинно, да, там в первый вечер ничего такого не было. Но потом он, когда приехал домой, а они потом постоянно, кстати, обменивались вот этими записочками, он ей присылает записку, значит, как твоя ножка и как глазок, надеясь, что они скоро выздоровеют, а я до сих пор как в чаду. И она ему ответную записку отправляет, что я, значит, тоже как в чаду, и они там все как в чаду. В общем, надо сказать, что эта связь, наверное, была взаимная, хоть и недолгая. И вот такие вот редкие встречи у них начинают происходить. И Матильда, конечно, влюбляется все больше и больше. Читая ее мемуары, я поняла, что все-таки она его действительно очень любила, причем, наверное, всю свою жизнь, даже когда потом она выйдет замуж за двоюродного брата, Андрея Владимировича, которого она будет действительно тоже очень любить. Она никогда о Ники не забывала, и он для нее прям был, ну, такой вот красной нитью, проходил через всю ее жизнь. Но потом, к сожалению, что происходит? Матильда сразу понимала свою участь, потому что будущий наследник, он рано или поздно вынужден связать себя узами брака с какой-нибудь особой голубых кровей. И, как правило, это были заграничные принцессы. Я смотрю, у нас еще один человек из Коломенского княжества, так сказать, присоединился и на протяжении всего маршрута слушал экскурсии. Причем это вот стандартная тема, что я не понимаю, почему постоянно, как только я куда-то иду, ненормальные люди ко мне подходят. То есть ко мне все время какие-то с прибабахом. Это уже стало мемасиком определенным. Мне такие часто и пишут. Так что, друзья мои, если вы с прибабахом легким, то все ко мне. А мы с вами, кстати, подошли к концертному залу Мариинского театра. Я его обожаю. Я всем рекомендую, кто даже ненавидит классическую музыку и не может вытерпеть многочасовые концерты, хотя бы раз сходите, потому что акустика просто сумасшедшая. Я там была уже несколько раз. Один раз даже была на Мацуеве. Просто это было... Это что-то с чем-то, когда человек играет с закрытыми глазами вот так вот весь концерт. И, кстати, этот зал относится к одним из вообще лучших в мире по акустике. Он в соответствии со всеми правилами вот этого звукопоглощения построен. Поэтому моя вам рекомендация. Кстати говоря, вот это... Это фасад уже новый, потому что когда-то концертный зал, который когда-то, кстати, был театральным складом декораций, он горел уже в наше время, в 2000-е годы. И, соответственно, вот этот фасад сделали новым. Я только одного не понимаю. Фасад потрясающий, потому что там еще такие окна геометрические, но они их закрывают огромными плакатами, что ты не можешь ничего особо разглядеть. Ну, вот своеобразно. Вот это до сих пор мне непонятно, потому что мне бы хотелось видеть вот этот прекрасный красного кирпича фасад с очень интересными окнами. Так вот, зал театральных декораций сгорает. И в 2000-х годах строится вот это здание. К счастью, фасад с той стороны он сохранился, мы сейчас увидим. Вот это уже новодел. А вот с той стороны все-таки осталась часть еще 19-го века. Вот здесь есть сквозные проходы, которые коварные, потому что ты никогда не знаешь, с какой стороны проход открыт. Бывает с этой, а бывает с правой. Ты обходишь, уже прошел достаточно много и упираешься в забор. А потом приходишь сюда и на тебя охранник такой. Типа смотрят как на кое-что. Типа, как вы меня заедете. Называется это здание театральный магазин. На самом деле, магазинами назывались склады. Можно оценить высоту этого здания. И здесь как раз когда-то хранили театральные декорации. Масштабы вполне позволяли. Вот можно посмотреть, как выглядел фасад как раз 19-го века. Давай мы здесь перейдем. В одной из наших прогулок мы уже видели с вами это здание. Я обожаю кирпичный стиль. И в Коломне кстати, очень много таких построек. Так вот, возвращаясь к личности Матильды Кшесинской и связи с Никки. Она прекрасно понимала, что рано или поздно их сказочке придет конец и он женится на какой-нибудь там принцессе. И действительно так и произошло в апреле 1894 года. И уже, ну грубо говоря, там за год, за полтора Матильды и Никки об этом разговаривают. И тут вдруг двор, который всегда был открыт, сегодня закрыт. всегда найдется и добрый человек, который в нужный момент откроет дверь. За год, за полтора они уже обсуждали. Разбежались просто, разлетелись в разные стороны. Что их связь рано или поздно прервется. И, конечно, Матильде было очень от этого горько. Тем не менее, она все равно идет на определенный шаг. И она снимает маленький особнячок на английском проспекте. Вот посмотрите сейчас внутреннее пространство вот этого особняка. Конечно, здесь уже все по-другому и все перестроено. но здесь как раз таки когда-то был внутренний садик того самого особнячка, который снимает Матильда для того, чтобы обособленно жить от своих родителей. Она по-прежнему жила с родителей. Между прочим, у матери Матильды было 13 детей. Матильда была 13-я. Так вот, Матильда снимает особнячок по адресу Английский проспект дом 18. Сейчас мы его увидим. Вполне себе неказистое здание, про которое даже сразу не скажешь, что оно вообще чем-то знаменательным. Вот это бледно-желтого цвета здание, где сейчас находится, кстати, кондитерская фабрика Самойловой. Так вот, Матильда снимает этот особнячок. По иронии судьбы, когда-то этот особняк снимал великий князь Константин Николаевич для того, чтобы здесь жить с Анной Кузнецовой. Очень удобно было. Во-первых, Коломна это окраина центра. Вообще негоже было появляться так часто на улицах. Мы помним 80-е года 19-го века. Это как раз-таки тот самый пик разгула народовольцев. Ну и спустя лет 20 этот особняк снимает Матильда. Как она пишет в своих мемуарах, что она не стала производить ремонт во всех помещениях, а только сделала ремонт спаяни. Даже не стала ремонтировать кухню, обеды заказывались из ресторана. И вот она вспоминает, что она сидела у окна и прислушивалась постоянно к тому, не скачет ли где-нибудь конь. Вот как только он останавливался мгновенно около этого особняка, то для нее это был знаком, что приехал Николай Второй. Матильда очень долго не решалась на этот шаг, чтобы переехать от своих родителей и жить обособленно. И она очень долго не решалась на этот разговор с отцом, потому как ей было неудобно сказать. Отец все прекрасно понимал, что никакого будущего с Николаем Вторым будущим не будет у нее. И когда все-таки она на этот шаг решается, Феликс Шесинский, кстати говоря, тоже знаменитый танцор своего времени, говорит ей, ну ты же понимаешь, что все это закончится как бы ничем, потому что он женится на другое, а ты как бы будешь одна. Она говорит, да, я все прекрасно понимаю, но мне бы хотя бы вот эти вот редкие мгновения счастья заполучить. И вот она въезжает сюда, и здесь мы сталкиваемся с самым любимым мифом, который до сих пор не развеять и непонятно, были ли интимные отношения между будущим царским наследником или не было. Не были. Конечно, когда женщина снимает отдельное жилье для того, чтобы жить отдельно от родителей и говорит напрямую, что она отремонтировала почему-то только спальню. И к ней на регулярной основе приезжает наследник, который потом в своих дневниках хоть сухо и кратенько, чтобы было в духе Николая II, потому что дневники его, конечно, это просто образец сухости и там, так сказать, ноль подробностей. Но, тем не менее, из этих всех факторов, наверное, можно понять, что они там не просто беседовали до трех ночи. Хотя никто там не стоял рядышком, свечку не держал и никто до сих пор нам с вами точно не скажет. Но для меня, мне кажется, все очевидно. Конечно, наверное, самые веселые годы прошли вот у Матильды в этом особнячке, потому что помимо наследника ее навещали и великие князья, и Михайловича, боковая ветвь сыновья Михаила Николаевича, одного из сыновей, Николая Первого. И потом, когда у нее будет бенефис, а вот это еще одна интересная история, насколько Матильда пользовалась своей связью с Николаем, даже когда они расстались после официальной женитьбы Николая на Алисе Гессенской. По традиции бенефис у балерины мог быть только после 20-летней службы ее на сцене. Но Матильда идет к барону Фредериксу для того, чтобы так сказать, выпросить позволение на то, чтобы отыграть бенефис через 10 лет. Потому что к директору императорских театров было обращаться бесполезно, у них там были контры, но потому что Матильду многие все недолюбливали по понятной причине, то как она была там генералом в юбке. И все понимали, что она скажет, то и будет. И она как бы даже туда не совалась, потому что лишний раз не мазорить глаза. И вот она идет к этому барону, он от нее в восторге. Даже в мемуарах описано, что он как бы ей дал понять, что он долго с ней не хотел бы расставаться. И вот она ему в конце еще такую фразочку кидает, чтобы уж совсем растопить его сердце, что говорит, вы знаете, я 32 фуэте помогли мне сделать именно вы. А он такой, каким я вообще здесь боком, собственно. А дело в том, что барон сидел всегда по центру партера, и она говорит, вот ваши ордена, которые так мерцают, они мне помогают держать зрение на одной точке, и значит мне очень удобно крутиться. Но тут он, конечно, совсем растаял и сказал, все-все-все, ваш бенефис состоится, можете даже не переживать на этот счет. И вот в особнячке на английском проспекте она празднует бенефис и туда приходит будущий ее супруг, уже как бы третий, хотя Сергей Михайлович не был ее официальным супругом, да и Николай второй, будущий тоже. Приходит Андрей Владимирович, кузен Николая второго, и вот здесь, конечно, у нее начинается вторая настоящая влюбленность, потому что она описывает так, что на обеде, это знаменитый эпизод, когда там этот Андрей Владимирович тоже нервничал, кстати, был ее на 6 лет младше, и он там задел рукой бокал с красным вином и испачкал, значит, Матильды платье. Она вовсе не расстроилась, пошла быстренько переоделась и вообще сочла это как доброе предзаменование. Ну, а потом ей одна из ее подружек даже скажет, а что это ты подростками увлекаешься, потому что Матильде было на тот момент, по-моему, 27, а Андрею Владимировичу всего 21 год. Ну, у них начинается настоящая любовная связь, и я напомню, что на этот момент Матильда вообще-то живет с Сергеем Михайловичем, потому что когда Николай второй официально женился, и это было самое болезненное расставание с Матильдой, они там последний раз увидели, если у них слезы душили горло, как она пишет, они ничего там толком не могли друг другу сказать, и как бы Николай второй ее немножечко так по наследству передает Сергею Михайловичу, великому князю, с фразой ну ты присмотри за Матильдой, чтобы все было хорошо, и они начинают жить вместе, никогда Матильда не любила Сергея Михайловича, то есть у нее была к нему такая братская любовь, а он конечно ее там боготворил, это знаменитая история, когда его уже вместе с другими представителями рода Романовых расстреляют в Алапаевскую шафту всех сбросят и потом будут распознавать тела, то его найдут в руках он будет сжимать медальончик с изображением Матильды, то есть он ее конечно любил до конца дней своих, вот, ну и это знаменитая история, чей же сын до сих пор непонятно Вова, потому что в Матильде в 1902 году рождается сын Владимир, то ли это сын Андрея Владимировича, то ли это сын Сергея Михайловича, что как бы история умалчивает. Мы с вами немножечко отвлечемся от рассказа о Матильде, кстати, сегодня здесь открыта дверь в особняк одного из сыновей Александра II великого князя Алексея Александровича, здесь сегодня дом музыки, этот особняк мы уже видели на одной из наших проходочек, ну, за него мы не пойдем, посмотрим здесь фасад, но его личность связана тоже со связями с балеринами и не с одной, но, конечно, одна особа упоминается, так называемая Элиза Балетта или Балета, это уже было в поздний период его жизни, когда он заведовал морским ведомством, ну, и вот эта притча во языцах, когда все деньги уходили на развлечения Алексея Александровича, на его замечательные поездки в Париж, потому что кто-то из современников потом скажет, что Алексей Александрович, конечно, не мог и года без Парижа прожить, он бы как бы сразу ото всех должностей бы отказался, так вот, там была такая балерина Элиза Балетта, мягко говоря, средней руки, ну, и опять, по традиции, если найти фотографию, наверное, мало кому она понравится, и она там мелькнула в одном балете, как раз-таки это было на пике этих скандалов насчет русско-японской войны, она мелькнула на сцене там в роскошном просто ожерелье, эти рубины мелькали там, что видно их было с самого заднего ряда, и, значит, это мы свистали и сказали на твоей груди морской флот. Кстати, эта история была не нова абсолютно, потому что это одна из версий, но она очень популярна, что у Матильды Кшесилской была, на самом деле, похожая история. Вспомним, кем был Сергей Михайлович, и Сергей Михайлович занимал должность генерала-инспектора от арциллерии. И, конечно, все военные заказы шли через его руки. Так вот, это очень долгая история, когда перед Первой мировой войной, когда были многочисленные тестирования различных пушек, гаубиц, почему-то, по никому неизвестной причине, несмотря на то, что при тестированиях, да, как бы в конкурсах наилучшие результаты и показатели показывала совершенно другая фирма, немецкая фирма Круппос, с которой уже давно Российская империя сотрудничала, тем не менее, абсолютно непонятно, они почему-то всегда выбирали фирму Шнейдера, французскую фирму, вот, и одна из версий, что, дескать, все понятно, потому что они в итоге договорились, чтобы фирма Шнейдера потом выпускала свои пушки на Путиловском заводе, а одним из акционеров Путиловского завода была Матильда Феликсовна, ей было это крайне выгодно, потому что Сергей Михайлович ей отстраивает дачу в Стрельне, эта дача была верхом роскоши, наверное, и по нашим современным меркам, а по тем меркам, конечно, это было вообще какое-то сумасшествие, потому что тогда в районе Петергофа вообще еще ни у кого не было электричества, и у Матильды, у первой появляется целая электростанция, и ей там все завидовали, даже говорили, может, там поделитесь, она такая, ну, как бы, конец, это вот мое только, у нее будет освещен дом, у нее там будет целая ограда в огнях, вот, соответственно, на это все нужны были деньги, плюс это дача в Ницце, ну, понятно, что она там по разным версиям и на деньги самой Матильды, и на деньги Андрея Владимировича, и на деньги Сергея Михайловича, ну, соответственно, на все нужны, были деньги, по воспоминаниям Матильды, можно отследить совершенно точно, в какой роскоши она утопала до определенных событий 1917 года, ну, и вот по одной из версий, да, что она, как бы, лоббировала вот это вот появление французской фирмы Круппо, и что они отдали им предпочтение, а не немецкой фирме Круппо. Ну, что касается Андрея Владимировича, то действительно у них зарождается любовь, они, вы знаете, там конспирация, конспирация, начинают путешествовать по Франции, она там заранее приезжает, потом этот Андрей Владимирович как бы случайно там оказывается, понятно, что Сергей Михайлович обо всем этом знает, потому что он малечку боготворил, он там, чтобы, не дай Господь, ее никто не обидел, ну, вот закрывал на все глаза, потому что очень сильно ее любил. Ну, и дальше все-таки пришлось сделать роковой выбор, потому что после революции, когда она лишилась своего знаменитого особняка на Каменноостровском проспекте, она уезжает, эмигрирует, а Андрей Владимирович уже пораньше уехал, и как бы вот это прощание знаменитое произошло с Сергеем Михайловичем, который просит ее остаться, естественно, он ей несколько раз уже предлагал выйти за него замуж, а она отказывалась, и вот это было их, как бы, такое, последнее их встреча, и потом она уже узнает, что с ним произойдет. Несмотря на различные отношения к личности Матильды, к ней можно по-разному действительно относиться, и абсолютно не умоляя ее талант признавать, что она пользовалась и очень много раз своей протекцией от Николая Второго в Императорском театре, та же самая знаменитая история, например, с фижмами, балета Комарго, когда, как бы, по задумке костюмера все должны были выступать в таких фижмах. Фижмы, это вот еще со времен екатерининских балетов, такие вот подъюбники жесткие, в виде перевернутых рюмочек. Матильда очень любила показывать свои ноги, что она такая вот вся легкая, она танцевала обычно в пачке, конечно, пачки конца даже 19 века по нашим современным меркам это просто верх скромности, они все-таки были немножечко более закрытые, но тем не менее в фижмах было, наверное, танцевать не очень удобно. И так вот, Матильда говорит, что никакие фижмы я не одену, за что она получает штраф. Соответственно, она мгновенно пишет Николаю, даже уже после того, как они совсем не виделись лично, она постоянно пользовалась вот этой связью, и штраф ее убирают. Но потом и директор императорских театров почему-то увольняется. После революции Матильда уедет в Кисловодск, и потом они с мужем и с Вовой сыном уедут во Францию. И вот там надо отдать, конечно, должное. Матильда не растерялась, потому что, безусловно, у них там была вилла в Ницце. Но у них не было с собой просто абсолютно ни копейки. Они там приехали, грубо говоря, в чем было. Как она пишет, у нее истрепалось платье до того, что аж все коленки поражили на этой черной бархатной юбке. И они эту виллу закладывают, чтобы первое время было хотя бы вообще на что жить. И Матильда не растерялась. Конечно, ее имя во Франции уже звучало, потому что у нее были заграничные гастроли. И она открывает там школу балетную. А между прочим, на момент эмиграции ей уже было хорошенечко к 50. то есть уже немолодая женщина открывает школу и там даже будут учиться столкновения с местными жителями. Это просто отдельный кадр. Там будут учиться даже успешные танцовщицы, которые потом станут именитыми некоторые из них. И мы должны понимать, что ни Андрей Владимирович, ни их сын Вова нигде не работали. То есть она содержала вот эту всю семью. Иногда она пишет так уставала и в какой-то свой единственный выходной она даже обедала лежа, потому что она просто не могла от усталости встать. Ну вот это жизнелюбие было настолько сильным и видимо и закалка и характер и здоровье и иммунитет, что она всего лишь несколько месяцев только не доживет до своего столетнего юбилея и похоронена будет она на кладбище, где похоронено очень много эмигрантов второй волны, на кладбище Сен-Женевье в Дебо. По-разному каждый из нас может относиться к личности Матильды Кшесинской и, конечно, не отрицая очевидных фактов, что она с успешностью довольно часто пользовалась протекцией великих князей, все-таки она была артисткой громадного таланта и мне бы хотелось вспомнить фразу о ней критика Плещеева, который очень часто о Матильде писал и он пишет, что когда Матильда появлялась, зал буквально замирал, что-то волшебное происходило, появлялась какая-то вот минута тишины и что ее игра была подобна искрам шампанского, а этим и определяется настоящий артист. Друзья, на мои экскурсии в Эрмитаже в музей Фаберже вы можете записаться по ссылкам, оставленным внизу. Ну, а с вами была гид Ирина Ямышева. Увидимся! Продолжение следует... Продолжение следует...